МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами «Квартирный вопрос», я, Татьяна Грамон. Мед и пламя – стихии наших сегодняшних героев. Потомственная пчеловод Светлана 20 лет назад завоевала сердце борца греко-римского стиля Дмитрия. Брутальность и нежность мы отразим в новом интерьере их гостиной. Разобьем здесь цветочный сад из гипса и дополним его кирпичной кладкой 19 века. Устроить хоккейную баталию Шкаликову могут за считанные минуты. Прямо у подъезда их многоэтажки огромный пруд. За подготовку льда отвечает старший сын Миша. Он на коньках с 4-х лет. Сестра Полина не отстает. Ее считают лучшим вратарем двора. Дом с видом на водную гладь был когда-то мечтой Светланы, исполнить которую пообещал супруг Дмитрий. Почти 10 лет он пел ей одну и ту же песню. Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье. После долгожданного переезда сразу же отремонтировали кухню. Здесь, кстати, не только пекут пироги и режут салаты. Вся семья увлечена пчеловодством. Сейчас идет подготовка к летнему сезону. Дмитрию, чтобы жизнь медом не казалась, делегировали самую сложную часть – наващивание рамок. Я еще застала свою прабабушку, они вместе с дедушкой занимались. Потом они подключили мою маму, потом дедушка и мама уже подключили меня. А в конце подключили меня. Меня облачили, мне страшно было вообще просто. У меня сердце просто в пятки уходило. Ну и ничего, выдержу. А потом со временем привык. Застучали по рельсам колеса. Несладко пришлось в семье в прошлом году. Старшего сына забрали в армию. Женская половина болезненно переживала разлуку. И чтобы как-то скрасить печаль, рисовала армейские газеты и сочиняла песни. Дмитрий старался проявлять выдержку. Ведь он сам когда-то прошел армию. И для него служба сына в престижном батальоне штурма – повод для гордости. Я, скажем так, стрелял всего два раза по 14 патронов. А когда я у Миши спросил, сколько он стрелял, ходил на стрельбище, он говорит, папа, я сбился со счета. Сколько там рожков, не просто патронов, а рожков, сколько они там настреляли. То бишь, получил полный курс молодого бойца по полной программе. А вот в семье Шкаликовых никогда не бывает спокойствия. Все буквально на ушах стоят. Ни дня без движения. Тем более, что Светлана по образованию учитель физкультуры, а Дмитрий – мастер спорта по греко-римской борьбе. Тренируются в гостиной. И это сейчас практически единственное назначение комнаты. Пространства здесь хватает. А вот уюта нет. Здесь некомфортность, ощущение, как будто в сарае находишься. Я тоже, когда прихожу с учебы, с работы, хочется где-то отдохнуть, посидеть, поиграть, может быть, во что-нибудь или посмотреть также фильм. Негде просто. Здесь неинтересно. Мы используем эту комнату как хозяйственную. То есть мы здесь гладим белье, складываем, ставим сушилку. Хочется, чтобы гостиная была местом отдыха, где мы могли бы посидеть, отдохнуть, посмотреть кино, расслабиться. А это не был какой-то наш сарай, который никто не использует. Так, ну а сейчас начинаем борьбу за уют в вашей гостиной. Конечно. С чем он ассоциируется у вас? С мягкими, комфортными диванами, с легкой и светлой атмосферой, со свободой и пространством, с разными... Подхватывайте, подхватывайте, друзья. Ну, с разными весельями, чтобы было тут весело. Ну, с петелью-то вы устроились, а чем мы-то вам можем помочь? Я хотел, чтобы у меня было место, где я могу отдохнуть. Так. Но у меня такого места, к сожалению, нет. Ну, например, на диване можно... Я люблю полежать, отдохнуть. Чтобы он был побольше, пошире, да? Чтобы я мог лезть, посмотреть телевизор. Потому что я очень люблю смотреть всякие кино прикольные, сериалы. Ну, вот смотрите, три хороших стены. Что ж не по весь телевизор? Не знаем, как. Ну, кронштейн. А если по настроению? У нас здесь как раз дилемма. Ну, я в основном люблю классику. Ну, чтобы лепнина была, да, и что... Вполне возможно, лепнина, дерево. А вот мне хотелось... Хочется что-то такого более современного, да, Миша? Тебе тоже, скорее всего, минимализм какой-то. Какие материалы вам нравятся? Мне больше пластик, наверное, нравится. Не, у меня больше дерево, наверное. Вот на даче, да, у нас есть потолок. Я просыпаюсь, а он у нас деревянный. И я всегда... А там уже узоры. Я всегда вижу в этих сучках, таких узорчиков, всегда действительно каких-то животных. Какую-то елку какую-нибудь вижу. Каждый раз что-то новое. Ну, давайте пофантазируем, что вам подсказывает ваше воображение. Каменный цветок. Так. Это связано с вашим будущим интерьером. Тут такое, может быть, даже под старину, да, скульптуры, там девушка смысловая. Мне кажется, вот... Все-таки какая-то лепминная. Оно крутое. Вы как раз подумали, да, что вы лежите и рассматриваете. Я лежу и рассматриваю там какую-то лепминную. Может быть, ему надо раскрываться. Может быть, он раз... Да, что-то раскрывается и выезжает что-то... Невообразимое. Ну, смотрите, как... Да? Ну, я смотрю, разыгралась ваша фантазия. Да, разыгралась по поводу. Да, и сколько еще придет на ум, наверное, интересных идей. Но это уже позже. Сейчас нам пора прощаться. Пойдемте, я вас провожу. Пойдем. Пойдем. Так, чемоданы собраны, готовы в путь к дорогу. Куда глаза глядят? Глаза глядят на Варшавку. Куда же? К нашей маме в гости. К бабушке, ребят? Да. Ну, отлично. Пирожки, плюшки, вкусная еда. Да. Пойдемте, я опять не беру вес. Ну, тем более большой диван предусмотрим для вас. Да, здорово. Ну, счастливо тогда. До свидания. Добрый путь. Добрый путь. Не только на стенах, но и на потолке. Давайте смотреть. Заинтриговали и меня. Старалась, старалась. Как вы видите, помещение у нас простой геометрии. Есть один большой минус. Очень низкие потолки. Но это панелька. Да, поэтому мы это будем решать как раз-таки с помощью барельефа. Появится дополнительная фактура, цвет будет играть, свет будет играть. И, естественно, появится дополнительный объем. Лежа на диване, Дмитрий будет созерцать целый сад у себя на потолке. И в дань ему это кирпичная стена 19 века, которая будет акцентом дополнительным в этом помещении. Если бы мы все закатали в цветы, это было бы приторно-сладко. Согласна с вами. А здесь появляется абсолютно противоположная фактура. И нежность, и брутальность. Да, более жесткая. Ну, а собираться они будут вокруг камина. Это очаг. Потому что, в принципе, помещение, оно белое. И вот этот живой огонь, даже свечей, он будет просто придавать дополнительный уют. Да, ну, конечно же, огромным сюрпризом будет для наших героев, что нет их телевизора. Они мечтали о телевизоре. Это самая большая интрига, мне кажется, будет для них, потому что телевизор у нас прячется в каминном портале. То есть из огня появится картинка, да? Ну, можно сказать, что и так. Ну, интересно, красиво. Мне кажется, им здесь будет очень хорошо. А какая большая система хранения. Вдоль всей вот этой стены. Конечно, они так мечтала, Светлана. Все можно туда будет спрятать, и тогда пространство освободится от личных вещей. Да, вообще, я хочу сказать, что весь интерьер, да, он строится на контрастах. То есть у нас абсолютно белые стены, теплый пол, натуральное дерево. И при этом яркие, такие цветочные, живые акценты на мебели. Да, но они, опять же, природных оттенков. Ну, мне кажется, что да. Очень выдержанная, да? Да. Ну, мне нравится, давайте приступать. Квартирный вопрос начинает превращение 20-метровой комнаты в гостиную с цветочным садом. Бутоны распустятся на стене и даже на потолке. Как раз к началу работ прибыл наш заказ из гипермаркета Леруа Мерлен. Там огромный выбор товаров для ремонта и обустройства дома. При этом есть готовые интерьерные решения, что значительно экономит время, деньги и вдохновляет на переделку. Всю торцевую стену займет вместительный шкаф. Под него мы уже выстроили нишу из гипсокартона. Еще одна. Над окном спрячем туда карниз для штор. Само окно мы меняем. У нового пластикового трехкамерный профиль с ламинацией под дерево. Энергосберегающий стеклопакет хороший для зимы и для лета. Не пропустит холод и убережет от палящих лучей. Подоконник из акрилового камня Хаймакс устойчив к царапинам и пятнам. Цвет с таинственным названием «Туманность». Согреет комнату стальной радиатор из города Кимры. О микроклимате позаботится кондиционер. Коммуникации уже спрятали в стене. Оформляем гостиную плиткой. Сделана она из кирпича 19 века. Толщина всего 25 миллиметров. Так что мы практически не уменьшили площадь комнаты. Швы щедро зачеканиваем известью и снимаем лишнее. Находят кирпичи с историей при разборе старых домов и фабрик. Наши, судя по клейму, выпускали на одном из заводов военного инженера Леопольда Адольфовича Витовского. Вдохновляют на творчество такие обломки истории не только дизайнеров интерьеров. Дайте современному художнику кирпич, и он перевернет мир. Ну или ваше сознание, это уж точно. Китайский фотограф Лю Балин переосмысливает тему маленького человека. В его работах люди становятся невидимками и сливаются со стенами, буквально растворяются в кирпичах. Австралийский архитектор Дэрил Фиджеральд превратил груду старого кирпича в библиотеку. Проект называется «Легкое чтение». Тома кирпичи есть и у японского художника Рамона Тодо. Блики солнца на инкрустациях из стекла – это свет знаний. Этот автор предпочитает материал с историей, к примеру, фрагменты берлинской стены. Ну а кубинца Хорхе Родригеса Герадо, как настоящего мачо, вдохновляют прекрасные дамы. Двухсотлетние глиняные бруски он превращает в чувственные женские губы. На очереди еще один природный материал – гипс. Делаем насечки для лучшего сцепления карниза с поверхностями. Гвозди нужны для временной поддержки массивных элементов. Крепим их на гипсово-клеевую смесь и затираем стыки. Наконец, самый эффектный этап переделки – цветы на стене и потолке. Дизайнер Ксения Иванова и художница Влада Шадоба уже готовы выращивать сад, но пока наносят грунтовку и ждут гостей. Мы отступили от правил и предложили хозяевам самим взять в руки мастихин и венецианскую кельму. Заодно узнаем, какие идеи будоражат их фантазию. Мне, честно говоря, как автору проекта очень интересно, что вы ждете. Когда я начала думать и изучать эту первую подсказку «Артишок», я изучила все про этот овощ. То есть от места его произрастания на Карельских островах до Средиземноморья, куда его привезли в Средние века. И он стал как бы изысканным таким лакомством на столах Вильморж. И мне казалось, что будет что-то вот такое действительно изысканное в итальянском стиле, может быть, какие-то вот арки. И вот я сейчас это вижу и вызывает просто жуткий мастер. Вот куда наш выбеленный артишок-то вас довел. А теперь давайте приступим непосредственно к работе. Мы берем шпатель, штукатурку, наносим на шпатель и распределяем по нашему трафарету. Главное нам заполнить вот эти пустые пространства, чтобы не оставалось разрывов в трафарете. То есть мы с одного нанесения, с одного подхода, мы протягиваем максимально, насколько можем, насколько нам хватает материала. Итак, наш первый слой подсох, а вторым слоем мы будем делать тоже декоративной штукатуркой, но уже с целлюлозными волокнами, которые будет держать большой слой. И мы при помощи мастихинов уже будем его накладывать. Она тянется и довольно-таки пластичная. Соответственно, чтобы она хорошо себя вела и была вам податлива, мы ее снимаем шпателем. У Мишки лучше получается с этой... Очень. Курпулезно умеет. Он вот именно мелкую такую работу... Знаете, он, когда был маленький, он строил карточные домики в 15 этажей. Я думаю, как вот это вот возможно было? Такая... Да, терпение. Кажется, да, что сейчас он лидирует в процессе создания брельефа. Я по жизни никогда этим не занимался, так искусством. Все-таки приятное ощущение, когда что-то создаешь. Если сделаю плохо... Как сделаешь, да. ...что буду каждый день смотреть и говорить, Дима, тренироваться. Итак, очередной этап у нас закончен. Дальше мы будем уже доделывать, к сожалению, без вас. Как вы думаете, что будет в вашей комнате? Я хотел классику современную. И то, что я сейчас делал, и то, что я вижу, это будет исполнение моей мечты. Это я точно знаю. А мне кажется, что с помощью вашей вот этой просьбы, я, наверное, в будущем тоже, наверное, буду этим заниматься. Это здорово. Спасибо вам, что вы нас пригласили. Ну, а пока наши герои думают о бартишоках, продолжаем выращивать сад в их гостиной. Украшать потолок будем также с помощью декоративной штукатурки. Венецианской кельмой протягиваем состав на основе акрила с мраморной крошкой. Он прочно и быстро схватывается с поверхностью. Поэтому без страха снимаем трафарет. Меняем инструмент и смесь. Мастихином вылепливаем барельеф. Второй слой на основе натуральных волокон, поэтому он более пластичный. Для финишной отделки мы выбрали краску Diamond Matte от английского бренда Dualax. Она стойкая, выдержит многократное и интенсивное мытье губками и щетками. В нашем случае это важно. Вся гостиная белоснежная. Производитель гарантирует до 25 лет службы покрытия. Кроме того, краска экологична и очень экономична в расходе. Одного литра хватает на 16 квадратных метров. Влада, ну что ж, благодаря вам в этой гостиной расцвели гигантские артишоки. Очень красиво. Спасибо большое. По проекту Ксении Ивановой мы разработали эскиз. Гипертрофированные цветы такие у нас получились. Почему такие большие? Потому что пространство у нас не очень большое. Соответственно, надо было его расширить. Надо было увеличить высоту потолка. Благодаря закругленному карнизу это получилось. Штукатурка позволила нам сделать сам рисунок, плавно переходящий на потолок. Ну вот, кстати, мы же хотели использовать гипс. Но от гипса отказались в пользу штукатурки. Расскажите, почему? Штукатурка, она менее объемная. Изделия из гипса более массивные, такие масштабные. Они выглядят крупнее, у них отступ от стены выше. Штукатурка, она при помощи трафарета наносилась. И, соответственно, у нее высота где-то до 5 миллиметров. А как вам сочетание вот этих изящных изгибов нашего рисунка и довольно брутальной стеной напротив? Мы ее декорировали плиткой из аутентичного настоящего кирпича 19 века. Есть некоторые с клеймами еще. Вот эта брутальность и нежность. Очень интересная задумка дизайнера. Добавляет игру фактур и необычно делает интерьер целиком. Плюс по проекту Ксении здесь планируется камин, который добавит еще одну текстуру. Но вы к нему приложите руку, да? Непосредственно, да. Так, что вы сделали? Он будет расписан под мрамор. И будет еще одна игра светотени, бликов. Здорово. Перед тем, как внести камин, укладываем пол. Сначала идет подложка. Плотное волокно на основе сосны, которое улучшает звукоизоляцию. Теперь трехслойная паркетная доска. Сверху дуб толщиной 2 миллиметра, покрытый лаком с ультрафиолетовым отверждением. Средний слой из влагостойкой древесной плиты, нижний стабилизирующий из березы. Соединение у плашек замковое. Камин выполнен из МДФ и уже загрунтован. Беремся за кисть и расписываем его под мрамор акриловыми красками. Закрепим декоративный финиш полуглянцевым лаком на водной основе. Ну вот, наконец, у кирпичной стены появился камин. Портал у него из МДФ, расписан вручную нашей художницей Владой Шадоба. Сходство с натуральным мрамором, на мой взгляд, идеальное. Ну а классический дизайн придется по вкусу нашему герою Дмитрию. Он большой поклонник этого стиля. Задник декорировали зеркалом, в нем отразится пламя свечей, камин у нас свечной. И атмосфера станет еще более уютной и романтичной. А еще Дмитрий мечтает лежать на диване и смотреть свои любимые фильмы. Пожалуйста. Нажимаем на кнопку и из недр появляется телевизор. Телевизор. Кронштейн очень надежный, выдерживает до 100 килограммов, беспокоиться не о чем. Вот такой интересный сюрприз мы приготовили для наших героев. Да, пять лет прошло с тех пор, как мы приезжали по этому адресу. Тогда мы переделывали кухню для одной влюбленной пары. Помнится, они встретились, начали жить вместе и трансформировать пространство под себя. Рим, Светлана и их кухня с огоньком. Они встретились в том возрасте, когда многие в любовь уже не верят, а зря. Я написала такой вот список того, каким должен быть мужчина, которого я себе представляю. Что это спокойный, очень добрый, любящий, принимающий меня. И разделяющий, вот так же смотрящий на жизнь, как и я. Вот. Я написала это письмо и забыла про него. Вот. И вот потом, где-то, наверное, месяца через два после того, как я написала, появился Рим. Уже через 10 дней после свадьбы влюбленные отправили заявку в квартирный вопрос. И к нашему приезду даже передвинули стену на кухне, чтобы увеличить ее. А дизайнер Ольга Лаврова, познакомившись с нашими героями, решила, что центром притяжения в этом пространстве должен быть камин. Мамочки, это наша кухня. Рим. Да. Ты о чем ты говорил? Что сбылась? Геокамин. Как здорово. Как здорово. То, о чем мы говорили изначально, когда обсуждали, что современная облегченная классика. Вот такая вот невычурная, никакая-то непомпезная. И ведь мойка у окна. Да. Я на самом деле думала, вот когда видела тоже какие-то проекты, думаю, в нашем интерьере, это невозможно, потому что очень низкий подоконник, и, ну, как это, это просто невозможно. Зеленью свежей. Очень здорово. Ребята, вы какие молодцы. Так здорово. Огромное спасибо. Это вот, ну, такой подарок. И доскачет. Это наша тема. Давайте посмотрим, не погас ли огонь за этой дверью. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Добрый день. Здравствуйте. Света. Оля, как рада видеть. Ой. Рим, здравствуйте. Здравствуйте. Ой. Ой. Пять лет спустя старую двушку не узнать. На волне вдохновения нашей переделкой хозяева отремонтировали все остальное. Не дать мне взять дворянское гнездо. Кухня. Из-за долотов дальнейшей переделки. Очень красиво. Мы старались. Спасибо. Пойдите, посмотрите. Пойдем на балкончик. Я приготовлю кофе. А вы? Поболтаем, посмотрим. Да, да, да. Очень интересно. Пойдемте. Оля, проходите. Да, у вас тут классика продолжается, да? Здесь, конечно, намешано всего. С одной стороны, вот, поддерживаем идею, которая у нас была еще на кухне. Ну, дерево, металл так же. Да, это вот Рим как раз последнее, что он доделал, своими руками сделает. Солен. Да. Нежные пастельные оттенки, старинное бюро, шкафы, за стеклянными створками которых целая жизнь. Интерьер, пронизанный романтикой. Наш дом, ну, такой островок той жизни, которой нам хочется, какого бы она была. Каким образом появляются идеи для трансформации пространства? Ну, какие-то, наверное, ну, что-то из путешествий. Вот, влюбились в Италию, когда путешествовали по ней. Хотим балкон быть в Италию. Да, такой южный балкончик, какой-то вот мандарин, вот он у нас, такая семейная реликвия. Он был совсем маленьким, когда мне Рим подарил его, когда ухаживал еще, забыл. Да, так что вот этому мандарину 6 лет уже. Мандарин любви. Ну, и создает такую атмосферу южного балкона с мандаринчиками. Весь интерьер сделан своими руками, только не моими, а Рима руками. Да, в общем-то, поэтому, ну, говорят, что ремонт это испытание. Нет, не про нас этот разговор. Неужели они разу не поругались? Я не верю. Ну, как же так? Это же ремонт, это же хардкор. Конечно, просмотрев огромное количество картинок, пыталась показывать Риму и сказать, смотри, мне нравится вот это, это, это. При этом он как мужчина начинал зевать и говорил, Светик, вот как хочешь, так и сделаем. Но зато, когда мы как-нибудь выбирали что-нибудь из инструментов, вот здесь начинал зевать я, загорались глаза у него. Кстати, Рима-то мы давно не видели, что он делает. Он там уже тесто замесил, чтобы выпекать треугольнички. Пойдем помогать? Ага, пойдем, конечно, поможем. Раскрыв секрет семейной идиллии и безупречного ремонта, мы отправляемся на кухню, но по дороге успеваем заглянуть еще в одну дверь. На ванной комнате, это вот целиком наш проект. Там просто мы высчитывали вот до плиточки, чтобы выстроить все, что там, вот вся история, которая там сделана. У вас там продолжается Средиземноморье. Да, да. Вот, кстати, звездочки привезли из Карито. Я смотрю, звездочки, цветовая гамма, вообще абсолютно вся та же самая. И вопрос с подсветкой, да, очень как-то интересно. Да, это вот придумал Рим, и вот, конечно, вот это вот решение по освещению нам очень нравится. Особенно вот то, что он придумал подсветку вот этой зоны для белья, да, для сушки. Но на самом деле вот этот вот цвет, дущий с потолка, вот у нас даже друзья, кто первый раз, когда приходил, говорили, «О, вы на каком этаже?» То есть ощущение, что это солнышко, которое вот сквозь какое-то, да, сквозь окно, да, 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 да. Да, есть такое ощущение. Очень уютно и какое-то такое. Так, ну что, Рим, как дела? Проходите, пожалуйста. Обратите внимание, Рим лепит пирожки прямо на столешнице. То есть вам, получается, никакие доски уже больше не нужны, да? Нет, это современная все-таки технология, искусственный камень гораздо удобнее. Не царапается? Нет, царапается. И светлая кухня очень практична. Да, светлая, очень хорошая. Потому что они действительно капли воды не видны, вот, то есть буквально уход минимальный. Многие как раз сомневаются в том, что светлый цвет – это действительно практичное решение. Нет, то за любой кухней надо ухаживать. Но такие вещи, как вот капли, да, от воды, ну, на кухне-то неизбежно, на темной поверхности гораздо заметнее, чем просто на светлой. То есть вы с утра до вечера не начищаете? Нет, не начищаем, достаточно немного усилий, чтобы содержать ее вот в полном порядке. А кто посуду моет? Посуду мойка. Посуду мойка. Пожалуйста, пользуйтесь. Ладно, раковина вам. Иногда только руки сполоснуть и цветы полить. И в окно посмотреть, зайти. Ну что, Зарим, давайте, может быть, вы нас как-нибудь задействуете, у нас быстрее дело пойдет. Да, пожалуй, наверное, и нечем. Это чисто мужское занятие, я даже не доверяю никому. Нам остается только наслаждаться. Хорошо, мы согласны. Девчонки, налетайте. М-м-м, как вкусно пахнет. Камин по-прежнему центр притяжения на этой кухне. Когда однажды супругам стало лень закупать для него биотопливо, нишу заполнили свечи. Я смотрю, что огонь в вашем камине по-прежнему горит. И не только в камине. Продолжаем переделку гостиной. Устанавливаем кондиционер с возможностью ионизации и увлажнения воздуха. Внутри также есть фильтр, который борется с пыльцой и бактериями. Монтируем короб для двустворчатых дверей. Они из МДФ покрыты эмалью. Французская раскладка и стекла с широкими фацетами добавляют пространству легкости. Наличники с фигурным профилем поддерживают классическую ноту. И, наконец, ручка. Первое появление латуни в нашем интерьере. Тема получит развитие. Накладки для розеток и выключателей тоже белоснежные, с защитой от ультрафиолета. Со временем не пожелтеют. Приступаем к монтажу мебели. Размеры шкафа у нас внушительные, хозяйка будет довольна. Каркас сделан из ламинированной ДСП. Фасады из МДФ с латунными вставками. Вся композиция растворяется в интерьере благодаря цвету и отражающей поверхности. Итак, игра в классику у нас начинается с этой прозрачной парадной двери с раскладкой, изящной латунной ручкой и фацетами на стеклах, в которых отражается свет и дает интересную игру бликов. Свежесть в нашей цветущей гостиной будет создавать суперсовременный кондиционер Хайр Премиум с функцией Экопилот. Интеллектуальный датчик определяет положение людей в комнате и в зависимости от этого подстраивает потоки воздуха. Кондиционер подключается к Wi-Fi и может работать дистанционно, но что самое интересное, он практически бесшумный. Уровень шума равен всего лишь 15 дБ, а это шелест листвы. Во всю эту стену протянулся высоченный шкаф с глянцевыми фасадами, они облегчают конструкцию. Ну а законченность дизайну и изящество дарят вот эти латунные вставки. Внутри огромное количество мест хранения, тут и полки, и штанги для длинной одежды, здесь для короткой. Одним словом, настоящее гардеробное царство для наших героев, хотя они об этом даже и не мечтали. Деревянный плинтус под стать гостиной классической формы. Точечный свет для функциональности и красоты. Подсвечивает шкаф внутри и изящно отражается в латуне. Люстру из коллекции «Сноп» сделали в Италии автор модели Матео Угалини. Ну а латунные стеллажи – дело рук московских мастеров. Полки из шпона дуба, покрыты лаком, имеют необычный скошенный край. Наполняем гостиную цветом. Серо-голубая циновка с неброским размытым рисунком «Бельгийская», сделана из хлопка с добавлением шерсти. Диван с раскладным механизмом «Дельфин». Спальное место будто бы выныривает из основания. А эти велюровые валики так и манят скорее прилечь сюда. До прихода наших героев осталось совсем немного. Время заняться уборкой. Поможет нам в этом новый немецкий пылесос «Томас Драйбокс Амфибия». Плюс система «Драйбокс» в грамотном разделении пыли на крупную и мелкую летучую. При очистке дышать ею не придется. Латунное обрамление зеркала поддерживает вставки в шкафу и соседние стеллажи. Артишоки проросли даже на нашей кирпичной стене. Велюровый пуф оттенка припыленной розы – еще одна цветочная деталь в нашем саду. Кофейный стол из натурального мрамора сделан на заказ в Новосибирске. Притягивает взгляд и легендарное кресло-яйцо. Форму разработал датский архитектор Арни Якобсен еще в 50-х годах прошлого века. Ксения, какие вкусные, сочные оттенки вы подобрали для нашей белоснежной гостиной. Так герои нас какие. Они все харизматичные, яркие, веселые. Поэтому просто белый цвет им был слишком скучен. Я отталкивалась все-таки от природных каких-то оттенков от сада. Да, собрали мы здесь такую яркую поляну. И еще хочу заметить, что несмотря на то, что пространство гостиной небольшое, я использовала обтекаемые формы, круглый пуф, овальный стол, кресло легендарное. Это икона предметного дизайна, кресло-яйцо, в котором не только можно поворачиваться, но еще и качаться. И качаться, да. Ну, кстати, обратим внимание на этот столик. Он сделан по вашим эскизмам. Столешница у него из настоящего мрамора. У нас четкое графичное подстолье, при этом мраморная полированная столешница, игра цвета, игра теней, разные фактуры. Все это придает интерес нашему интерьеру. Камин у нас тоже мраморный, но здесь уже имитация. Это совсем другая история. Это отсыл к 19 веку, где такой прием использовался повсеместно. Оселковый, так называемый, мрамор, то есть искусственная роспись под натуральный камень. Ну и классика жанра. Над камином у нас большое зеркало. Оно расширяет визуальное пространство. И, ко всему прочему, наши цветы со стены, с потолка переходят на эту стену. Да, и получается очень эффектно, конечно. По бокам от камина стеллажи легкие, воздушные. Изящные какие, выполненные из натуральной латуни. Деревянные полки, которые гармонируют с нашим полом. Какая у них форма мне очень нравится. Несмотря на то, что полки достаточно массивные, за счет того, что скошенный край, они смотрятся легко. А эта люстра чем-то напоминает канделябру, только в современном исполнении. Ну, на мой взгляд, это вообще такая современная интерпретация классической люстры, очень ироничная. И самое главное, что она не спорит с нашими цветами на потолке. И становится, по сути, еще одним цветком. Тюль молочного цвета и скреп шифона. Портьеры тоже светлые, но из более плотной ткани с атласным подкладом. Вертикальный отпариватель за считанные минуты разгладит все лишние складки. Столики у дивана из дуба и металла в цвет пола и стеллажей. Лампы внушительных размеров почти метровой высоты. Дополнение к нашим гигантским цветам. Добавляем уютные детали. Подушки природных цветов, плед и забавные мохнатые квадратики. Декор появляется на стеллажах. Книги обрадует Дмитрия, который мечтал по вечерам читать в гостиной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще одна мечта семьи – смотреть кино. Пульт прячем в защитный чехол. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перья, свечи и цветы. Настоящая романтика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ксения, ведь мы дарим нашим героям эксклюзивные. Дивный, уникальный интерьер. Второго такого ни у кого не будет. Татьяна, это действительно так. Наши ребята-художники на протяжении огромного количества времени создавали этот фантастический барельеф. И, на мой взгляд, получилось просто изумительно. Но это произведение искусства на самом деле. Неслучайно гипертрофированные цветы, потому что они задают рельеф и объем помещению. И, ко всему прочему, у нас был достаточно низкий потолок. Падуга, скругление позволило нам создать такой обволакивающий кокон в этом помещении. Когда солнце, вечернее освещение, когда закаты, все это отражается на барельефе, и это фантастическая игра тени. Да, он как будто бы живет своей жизнью, действительно сад живой. Наш герой же просил созерцать. Вот, пожалуйста, у него и стены, и потолок. И мне кажется, что, лежа на прекрасном диване, он будет это созерцать. А еще он обратит внимание на уникальный кирпич на этой стене. С одной стороны, он диссонирует с нашими цветами из-за своей брутальности. С другой стороны, он поддерживает всю эту цветочно-орнаментную историю. Ксения, а еще что очень интересно, такой прекрасный прием, мы абсолютно закамуфлировали вот этот огромный шкаф. Его не видно, он растворился в пространстве. Он покрашен так же, как и стены, потолок, дверь в один тон. И за счет этого он растворяется и абсолютно не давит. Но при этом я использовала глянцевую поверхность для того, чтобы была дополнительная игра светотени. Добавили латунь. Латунь, иначе это было бы просто очень скучно. Да, но латунь у нас здесь повсеместно встречается, вот в этих легких стеллажах. А еще очень интересные кофейные и придиванные столики с красивыми ножками. Это тоже эксклюзив, специально для наших героев. Они будут только у них. По вашим эскизам сделаны, между прочим. Эти столики, да, эти столики делались на заказ. А на столиках у дивана у нас большие лампы. Они действительно крупные, потому что у нас гипертрофированный рисунок на стенах. И мелкие лампы смотрелись, ну, как-то нелепо. Они создают объем и очень красиво подсвечивают наш барельеф. Ну, кстати, даже сейчас днем можно выключить свет основной. Действительно, при другом сценарии освещения и барельеф играет по-другому. И как красиво сейчас смотрится падуга потолка, да, как стена плавно перетекает в потолок. Включаем обратно весь свет. И я уже представляю, как наши герои заходят в эту комнату, насадятся на диван, и тут же камин. Камин, мне кажется, это вообще такая семейная история. Это очаг. И в семье будет очень приятно и уютно здесь собираться вечерами. Тем более, что можно и телевизор посмотреть, хотя его и не видно. Это наша тайна. Надеюсь, героев она удивит, потому что, ну, просто поставить черный телевизор, это было бы, ну, как-то нелепо в этом белоснежном интерьере. А так у нас есть загадка для наших героев. И скоро им предстоит ее раскрыть, как и многие другие, потому что они подъехали, и ждем их здесь совсем-совсем скоро. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Сегодня для семьи Шкаликова «Квартирный вопрос» превратил неуютную гостиную в сад цветущих артишоков. Мы готовы пригласить туда наших героев. Они уже на пороге. Встречаем. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Ой, как вы радостно зашли. Наконец-то дома. И с какими-то горшочками. Вы-то знаете, эти горшочки мне сделал мой друг-пчеловод Александр. Идешь в Каролы, специально написал квартирный вопрос. Они липовые, и в них прекрасная коллекция меда. Вашего меда? Вашего меда. Да, ну и, конечно же, цветы, цветы, цветы. Вы же нам дали подсказку. А может быть, это лилия? Поэтому нам кажется, может быть, будет какой-то предмет, который будет напоминать лилию. Может быть, какое-нибудь кресло, я не знаю. Кресло лилия? Кресло артишок? Может быть, и так. Мне, если честно, кажется, что там будет какая-то люстра, напоминающая этот артишок. Вот, смотрите, у меня даже сережки похожи на это, и будет что-то похожее на люстру. Красивые очень сережки, правда. Интересно. Так, Миш? Мне кажется, что будет какой-то светильник, может быть, над креслом в виде лилии. Мы же поглядели кусочек, думаем, а вдруг лепнина, арки, колонны. Колонны, может быть, Рим, да. Аполлоны? Может быть, свои Аполлоны. У нас Аполлоны и свои неплохие. Но все-таки мы же с Мишей хотели современное что-то. Поэтому совместить старину и современное. Может быть, неоклассика? Может быть. Пойдемте смотреть? Пойдемте. Пойдемте. Это дворец, Дюка. Это просто дворец. Это музей. Это... Я не знаю, что сказать. Это просто бесподобно. Это... Это... Я не знаю, что сказать. Оно... Вот это, по-моему, вот это... Это такая красота. Сейчас я немножко соберусь. Это вот они. Вот они, наши артишоки. Да. Вот он, наши артишоки, которые мы рисовали. Но это все расписано необыкновенно. Я не знаю, что сказать. Дворец. Дворец. Я не ожидал. Я не ожидал. Смотри, мы попали. Это музей. Будем приглашать гостей. Говорите им, одевайте, пожалуйста, тапочки. Как в музее. Димка! Камин! Ты мечтала к камине-то? Посмотри. Просто зажег. Это была твоя несбыточная мечта. Это произведение искусств. Слушайте, это просто федеврально. Что там? А ну нажимайте, да. Нажимайте, нажимайте. Так. Здесь можно что-то повесить, сложить. Тут вай-фай. Димка, сюда будем складывать. А вот здесь книги. И сюда еще можно. А, да. А это приятное дополнение к новому интерьеру. Пылесос. Пылесос. Быстрая, сухая, тщательная, влажная уборка. И легко чистится так, что пылью дышать не будете. Так что теперь я могу спокойно, если мне скажут, иди помой полы, я теперь спокойно буду мыть полы. Это пуфик, да? Дворец, да. Сладитесь. Апусить можно? Да, можно. Какая красивая дверь. Такие красивые стекла, какие линии. А где телевизор? А вот рядышком маленький пульчик такой есть, видите? А нажмите на него. Да, телевизор. Да. А-а-а-а. А-а-а. Просто. Просто выезжали. Ничего себе. Ой, какой большой ты. Он не прекращается. Он не прекращается. Он останавливается. А-а-а. А-а-а. Ничего себе. А-а-а. Я не знаю, что сказать. У нас будет теперь загородный дом, то есть у нас есть пруд и есть камин. Мечты сбываются? Мечты сбываются, да, ребята. Мечты, надо верить, они сбываются. Вообще очень красиво. Здесь тяна кирпичная. Там какие-то буквы даже есть. Да, это клеймо заводчика, да. Красота. Хозяина завода. Натуральные материалы, мрамор. А люстры? Люстры. Главное, мы ее теперь не будем жевать головой. Хочется присесть. Диванчик попробую. Димок, смотри, вот так вот можно укрыться. Это моя подушка. Все. Включить свечи. И еще в свои мысли. А на самом деле диван можно и разобрать. А он еще разбирается? Да. Он еще разбирается, Димок. Ну-ка, Миша, давайте-ка посмотрим, как разбирается диван. Все четвером хорошо усеялись. Да, большой диван. Так, 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 так. Сюда? Тяните на себя нижнюю часть, да. Вот, и еще раз, и вниз теперь нажимаем, Миша. Ну вот, вы это сделали. Так, Димок, теперь есть место, где тебе полежать. Да, в тишине и спокойствии. Вот здесь я буду читать. Попробуем собрать? Давайте попробуем. Разобрать разобрали. Так, здесь уже понакатанный. О, и стол. Никто из вас еще не опробовал этого кресла. Я попробую. Кресло называется яйцо. Яйцо? И он как цыпленочек, да, сидите? Все, я так. Погрузились. Удобно? Да, удобно. Полин, можно я попробую? Давай. Я пока... Вечерами буду садиться. Подушечка. Брать. Ой, она еще... Попа испугался. Я испугался просто. И все, и с книжкой. И на нем можно покачаться, да? Да. Ну, покачаться. И покрутиться, и покачаться можно. Мне хотелось, чтобы у меня было, ну, что-то вот такое вот необыкновенное, что-то такое не как у всех. Я теперь точно знаю. Ни у кого такого нету. Ну, ни у кого. Камин – это мечта Димы. Он очень много попрошайничал у меня. Говорит, ну, давай, давай, говорит, купим камин. Хоть какой-нибудь. Да, но мне так хочется, да? Мне хочется камин. А я говорю, Дима, я говорю, я не знаю, у нас такая комната, ну, как его, куда вместить? И его вместили. Вы реализовали практически все мои мечты. Ну, здесь, серьезно, настолько уютно. Я даже сейчас, вот, знаете, я вот прошло там совсем немного времени, по кому-нибудь, но я уже привык настолько, как будто я здесь был всегда в этом месте. Я могу сидеть, мечтать, смотреть, как я вам тогда говорил, да, смотреть потолок и что-то, какие-то рисунки для себя. Могу просто посидеть там, телевизор посмотреть. Большое зеркало за телевизором, оно как бы расширяет пространство, да, и комната становится в два раза больше. То есть как будто за этой стенкой еще одна комната. Я говорил то, что хочу здесь проводить время с друзьями, как-то отдыхать, там, после работы, после учебы, вот. И здесь созданы все условия для этого, то есть диван, телевизор, какие-то, вот, книжки также, если почитать, ну, то есть стол, на котором можно какие-то настольные игры. То есть все сделано для того, чтобы здесь просто отдыхать. Мы не жалеем, вот я говорю, надо идти вперед, надо идти вперед. Главное верить. Завтра в дачном ответе. Переделка для семьи подводников. Буфет вместо кухни, консоль вместо дивана и камин с огромной топкой. А также уникальная возможность из первых рук узнать, как был устроен быт на дизельной подводной лодке. Да какая-то Тойота, это гречка. Если и вы хотите стать героями программы, устроить переделку на даче или в квартире, пожалуйста, присылайте письмо по адресу 129 075 Москва, улица Арагуновская, дом 3, строение 1, переделка ТВ. Также можете заполнить анкету-заявку на нашем сайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА